Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях человек, про которого неоднократно можно было услышать, что его побаиваются не только коллеги, которые с ним работают, которые с ним общаются, его, в общем-то, побаиваются журналисты и жалуются, что говорить с ним тяжело, что он человек очень колкий, жесткий, что может посадить в лужу. Для меня всегда это было слышать странно, несмотря на то, что я этого человека знаю очень много лет, он для меня как раз был примером человека чрезвычайно тактичного, интеллигентного и аккуратного. Я пытался себе сказать, что может быть это связано с тем, что у нас с ним хорошее отношение, но мне кажется, что все равно это объяснить подобным невозможно. Вот сейчас будем пробовать разбираться. Итак, у нас в гостях Геннадий Хазанов. Гена, привет! Скажи мне, пожалуйста, я ни разу в жизни не сталкивался с проявлением этого агрессивного, обидчивого, вообще, как многие говорят, мерзкого характера. Чем ты это объясняешь? Ты просто очень по-разному относишься к людям? Наверное, это прежде всего связано с тем, что если я встречаюсь с человеком, который подходит для меня под определение говорящая пустота, значит, я тогда задаю себе вопрос, собственно, от чего я с пустотой трачу время, причем и свое, и время пустоты. И тогда я, наверное, произвожу впечатление человека неконтактного, и колкого, и мерзкого, и отвратительного, с дурным характером. Хотя все, может быть, это и на самом деле есть, но значит, ведь это один из тех редких исключений, которые на это не нарваются. Спасибо тебе большое. Но еще, может, все впереди, понимаешь? Конечно, у нас еще масса времени. Можно еще когда-нибудь с тобой на Русь. А может, и сегодня все произойдет. Короче, вот ты меня зачем сюда позвал? Я тебе хочу сказать, что вот ты ко мне обратился, слава богу, по-русски. Я сейчас ехал сюда, мне пригнали к гостинице лимузин. Я вхожу в лимузин, будучи уверенным, что, наверное, машину ведет бывший гражданин Советского Союза. Ничего подобного. Он даже на узбека не похож. А ты пытался с ним говорить и на русском, и на узбекском? Нет, ничего. Я просто посмотрел на него, вижу, вряд ли он по-русски говорит. Вдруг, он мне задает вопрос, а я владею английским почти как немецким, а немецким, как сказал один старый еврей, владею в объеме плена. Так вот, он меня спрашивает, куда мы едем? Хороший вопрос. Я понятия не имею, куда мы едем. И я говорю, на ТВ мы едем. На ТВ. Отвечаю я, на чистом английском языке. Он мне вдруг задает вопрос, а назад будешь возвращаться? Я говорю, I don't know. Как I don't know? Он еще что-то меня спрашивает. Так, я ему говорю, I don't know nothing. Понимаешь? Ну, ты его поразил своим знанием английского. Да, тогда он начинает из меня тянуть последние английские слова. Все, все кончилось тем, что я замолчал, как Зоя Космодеменская. И пришел сюда и со мной по-русски разговаривал. Конечно, у меня хорошее настроение. Ты же уже задал вопрос, зачем я тебя сюда притащил. Я тебе отвечаю. Главное, было две главные задачи. Первая, это с тобой повидаться. Да. Вторая главная задача заключается в том, я хочу понять, как Геннадию Викторовичу Хазанову удалось за долгие-долгие годы, а теперь еще заняв давно уже пост директора театра эстрады, не пересобачиться окончательно со всеми, не заслужить ненависть практически всех окружающих и продолжать нормально функционировать. Нет, со мной пересобачились почти все мои коллеги по прошлой эстрадной жизни. Кто-то остался, Генн? Кто не пересобачил? Да. Петросян. Но он как хитрая помесь армянина с евреем на всякий случай думает, ну, лучше не надо. А вось Хазанов пригодится. Ну, да. Он вообще в этом смысле человек очень прагматичный, включая даже, что несколько лет, но уже не лет, это уже больше, наверное, десятилетия, взял в жены и не армянку, и не еврейку, и вот, видишь, она стала ему так шибко помогать. Сколько времени ты уже сидишь в кресле руководителя? В ноябре шесть лет. Шесть лет? Да. Вот, если можешь, объясни, пожалуйста, как ты совмещаешь эту деятельность, причем я имею в виду не совмещение с творческой, а я имею в виду следующее. Вот ты, актер, режиссер, занимаешь чисто административный пост, к тебе приходят твои друзья, коллеги по цеху, говорят, Гена, Геш, пусти в театр, хочется отработать. Ты понимаешь, что сборов будет ноль, что театр обречен, тем не менее, тебе неудобно сказать, а пошел ты знаешь, значит ты даешь сцену, значит ты горишь. Вот объясни мне, как ты работаешь? Ну, с определенного момента театр эстрады, поскольку это такой все-таки очень своеобразный организм, рожденный в советское время. Это искусственное образование, более того, все драматические театры России все равно остались в режиме государственного существования. То есть все артисты, включая, например, просто не боюсь этого слова, великих актеров драматических, скажем, ну вот речь, скажем, идет про Инну Чурикову или Олега Басилашвили или Алису Фрейнбих. Они получают государственные зарплаты. Ну, для того, чтобы было понятно, чтобы никого не мучить пересчетом курса валют, значит это примерно на круг получается 300 долларов в месяц. Зарплата вот такая у Инны Чуриковой в Ленкоме. Все артисты эстрады все перешли на гонорарную систему и гонорары сами устанавливают. Хочу столько. Вот хочу столько-то тысяч долларов. Значит, театр поставлен заранее в ужасающие условия. Конечно. В зале 1300 мест. Для того, чтобы продать эти 1300 билетов, необходимо стратить большое количество денег на рекламу, ну и так далее, и так далее, и так далее. И гонорар большой еще у исполнителя. И театр что-то должен еще заработать, хотя бы для того, чтобы обеспечить свое существование. И задается вопрос, сколько же должен билет стоить один? Каждый вечер Москва предоставляет желающему в совокупности всех видов энтертеймента, включая стадионы, казино, ночные клубы, рестораны. Вот все вместе. Цифра сумасшедшая. 4 миллиона мест. Каждый вечер. Значит, что же должно идти на сцене театра эстрады для того, чтобы люди захотели вот именно туда пойти и еще заплатить немалые деньги? Потому что билет в театр сатиры, например, на новый спектакль, очень смешной спектакль, английская пьеса, слишком женатый таксист, Ширвиндт делал спектакль как режиссер-постановщик. Очень смешная пьеса, такого английского драматурга, вылетела из головы сейчас. Не важно, да, не важно. Значит, самый дорогой билет 10 долларов. Самый дорогой. Если по этим расценкам будут продаваться билеты в театр эстрады, ни на что не хватит. Но в театре сатиры это происходит только потому, что там задарма работает актер. Подожди, Ген, а как? Ну хорошо. И поэтому, ребята, я говорю, вы хотите играть? Работайте на кассу. Ваша проблема, возьмите в аренду театр эстрады, заплатите арендную стоимость театра и делайте, что хотите. Они же хотят все, как в советское время. Значит, они приходят к тебе, они арендуют зал. Послушай, я хочу довести до конца. В результате горят, уходят под стук собственных копыт, потому что не хочу называть фамилии. В зале 200-300 человек, и зал 1300 мест. И вот таким образом театр существует на ту аренду, которую ты от них получаешь. А чего они к тебе тогда идут, если они горят ясным пламенем? Амбиции. Амбиции, нежелание понять, что меняется время, что ты стареешь, что ты не просто стареешь, ты устареваешь, что приходит новое поколение, что новые вкусы. Но мало ли какие причины есть. Знаешь что, ты остался, вот с кем я не говорил, из твоих коллег, наших коллег, ты остался, наверное, геной единственной, который не делает хорошую мину при плохой игре. Я не хочу называть фамилии, но с кем бы я не говорил, все говорят одно, все замечательно, и мы работаем на битковых аншлагах, нас очень любит публика, она нас любит даже больше, чем раньше. И вообще зал и пол, и все великолепно. Ты, пожалуй, единственный, и я думаю, что в этом тоже есть момент неприязнен к тебе, который продолжает говорить правду. Я прав или нет? Абсолютно точно, потому что я никогда не скрываю, я не скрываю, что у меня сегодня в России не собираются залы. Для меня сегодня приезд в Америку, это просто шок, когда мне сказали, что я за 4 дня работы в Соединенных Штатах имею 6 выступлений, для меня шок. Если я приезжаю в Ярославль, в город, где в советские времена я играл несколько дней подряд, по несколько раз в день, во дворце спорта на 4-5 тысяч человек, я приехал в город на один концерт, взял на 600 мест, и у меня нет аншлага. Если я в сентябре должен был играть в сольный концерт в городе Ульяновск, где я не был много лет, и где отменяется концерт, потому что не проданы билеты, а что же я буду стесняться этого? А я не стесняюсь этого по одной простой причине. Я давно это предвидел, и я стал подстилать себе соломку. Еще в 1991 году, когда мне принесли сценарий фильма «Маленький гигант большого секса», я сказал, что я пойду сниматься по одной простой причине, что придет момент, когда мне нечего на эстраде будет делать, не потому что мне нечего делать, хотя и поэтому тоже теперь, но об этом можем попозже поговорить. Но самое главное, что время ушло, и этот жанр, который в советское время был кислородной подушкой, сегодня является чистым энтертейментом и больше ничем. А это очень трудно соответствовать этому. Я стал подстилать соломку, ушел на театральную сцену. Ты каким-то образом это связываешь с тем, что авторы перестали работать для исполнителей, полезли все сами на эстраду, и ты, берем тебя в качестве примера, поскольку ты не будешь обижаться, и тебе практически не с чем стало выходить. Нету тех монологов, которые были раньше. Во-первых, как сказал один талантливый человек, иных уж нет, от те далече. Ушли из жизни за эти годы Хайт, нет, Горина, остался 12 лет назад в Германии Городинский, кто-то уехал в Канаду, перестал просто этим заниматься. Городинский недавно прислал мне два рассказа. Чудный, талантливый писатель, но не та энергия. То есть энергия не та в том смысле, что с этой энергии сегодня выходить на сцену, сегодня, в 2003 году, уже ни у кого на это нет времени. Потому что Толстой в 19 веке писал «Войну и мир» вот такую. На сегодняшний день уже нет у людей возможности даже такой объем читать. Эдмир Микроша сейчас привез спектакль, может кому-то это будет интересно, привез в Москву, сделал спектакль «Вишневый сад». 6 часов 15 минут. Может быть, это для кого-то покажется гениально. Невозможно истратить 6 часов 15 минут своей жизни на то, чтобы идти смотреть «Вишневый сад». Не могу. И для зрителей не случайно. Когда-то Юрий Петрович Любимов мне сказал, все, сегодня появился новый формат. Час 45, час 50, без антракта. Все. Другие скорости. Мы перед тем, как начать беседу, оговорили, что нельзя медленно... Расскажите о ваших творческих... Все, темпоритмы другие. Люди смотрят, люди смотрят 2 минуты, 3 минуты, потом выключают, потому что... Если не прихватил. Конечно. Потому что у них нет сил на это. Невозможно. Они их просто это укачивают. Тогда они просто лучше пойдут за стол. Хорошо. Ген, значит, скажи, авторы решили... В результате авторы лишили тебя мяса. Извини за неакадемическое слово. Ну, исходного продукта. Исходного продукта. Если тебе сегодня дать десяток мощных монологов, которые идут, что называется, на стол... Я знаю, не будет их. Их не будет. Их не может быть. По определению не может быть. Все уже. Еще скажу, почему их не может быть. Скажи. С определенного момента в нашу жизнь, как ураган, ворвалась такая стилистика анекдота. Анекдот стал легитимным. Он получил разрешение. Этот жанр все равно связан только с тем, чтобы вызвать смех. Больше в основном ни с чем. Выйти на репризов. Ну, чтобы было смешно. Но анекдот — это кратчайшее расстояние. И тогда все авторы начинают соперничать с анекдотом. Анекдот всегда победит. Всегда. Потому что выбор огромный. Я вчера приехал в Нью-Йорк и пошел на Бродвее в этом магазине, не знаю, как это называется, Шекспир. Значит, там, где огромное количество драматургии представлено. И вот я ходил по этому магазину и думал, боже мой, сколько нужно людей и сколько им нужно прожить жизни, для того, чтобы сыграть хотя бы какую-то часть из того, что здесь представлено. Во какую... Махину. Махину и какую возможность имеет театральный артист. Ему есть из чего выбрать. А у эстрадного не есть чего выбрать. Ему пришел автор в лучшем случае, принес монолог. То есть это абсолютно голодное существование. Это паёк. Ты был одним из супермастеров, не говорю тебе комплимент, это общеизвестно, супермастеров так называемого капустника, капусты. Я недавно смотрел юбилей Захарова. Я был уверен, что ты выйдешь на сцену. Почему ты не вышел? А, к счастью, не позвали выступать. Чуть к счастью. К счастью. Ни с чем. Я давно уже, как бы сказать, перестал на это иметь завод. Кураж пропал. Кураж пропал. Мало этого, это совпало с выпуском спектакля. Мы с Чуриковой выпускали американскую пьесу. Леонид Трушкин, замечательный режиссер, руководитель театра Антона Чехова. Это первый был негосударственный театр еще в советское время, в конце 80-х годов. И вот мы сделали спектакль, который называется «Смешанные чувства». Как тебе с ней работает сидел? Замечательно. Она актриса уникальная. Уникальная. Ну, какое счастье заниматься актерским делом на сцене. Не искать, где шутка, где не шутка. Там, где шутка есть, она уже никуда не уйдет. Это как подставка в бильярде, когда уже в лузе стоит шар. Скажи мне, это справедливо про тебя сказать, что ты с эстрадной сцены практически уже перенес центр тяжести на театральный дом? Думаю, что да. Я думаю, что да. Ген, это с игроков пошло, где у тебя такие были блистательные партнеры. Евстигнеев, Гафт. Вообще был спектакль замечательный. Невинный. А там не было Гафта. А Гафта не было. Евстигнеев, Невинный. Калягин был. Филатов еще был. Чудесный был спектакль. И они о тебе говорили очень тепло, очень уважительно. Я, честно говоря, я тебе могу сказать честно. Я тогда несколько опасался. Знаешь, такое отношение театральных мастеров к эстраднику, пусть даже и очень известному и знаменитому. Да, понятно. Вот пришел, ну-ка, выйди на нашу театр... Совсем не то. Они с таким уважением к тебе отнеслись. Да. И была дивная атмосфера. И они, конечно, мне дали возможность не развивать в себе комплекс неполноценности. Они так ко мне тепло отнеслись. Все даже не участвовавшие в спектакле Иннокентий Михайлович Мактановский, который был на одной или на двух репетициях. Это была такая атмосфера доброжелательства, отсутствие зависти, отсутствие гадости, желчи. Я ведь не случайно не хожу ни в какие сборники, где участвуют юмористы. Это парад тщеславия. Ну, ты же разругался за всеми. Это ярмарка честолюбий, вот этого болезни, амбиции. Ой, должен сказать, что и в театре тоже не все так безоблачно. То есть ты хочешь сказать, сейчас скажи мне академическое слово в эфире, то есть ты хочешь сказать, что театральная клоака менее противна, чем она же в шоу-бизнесе. Тебе, во всяком случае, так показалось. Да, да, да. Это очень точное ведь определение, потому что все-таки сказать, что эстрада это лепрозорий, а это какой-то рай, это неправда. Это неправда. Это разновидности лепрозория или разновидности психиатрических лечебниц. Потому что огромное количество людей, именуемых актерами, они просто торгуют своими заболеваниями и больше ничего. Зачастую это никакого отношения даже к профессии, к ремеслу не имеет. Это вот торговля собственными болезнями. Диан, где дом у тебя, у гражданина мира? В Израиле или все-таки в Москве? Израиль это редкие наезды. Все-таки будем считать, что Москва, а уж после того, как я пришел в театр эстрады, все стало совсем, я бы сказал, более определенно. Ну и это естественно совершенно. Я все равно выросший на русской культуре и имеющий все-таки такую неразрывную связь с русским языком. Ну что же может быть другого, несмотря на то, что в Израиле дом, и я приезжаю, к сожалению, не так часто. В хорошем городе в Израиле дом, в Раанане. Да, в Раанане. Все хорошо, все замечательно. Но все-таки я приезжаю туда отдыхать. А не, несмотря на то, что даже находясь в Раанане и глядя в голубое небо на этой святой земле, и вроде как расслабляясь, все равно продолжаешь думать о работе. И, кстати говоря... Отдыхать ты не умеешь? Нет. Вот это правда. Отдыхать и никогда не умел, и, значит, не научился. Нет, не научился. Не научился. Ну, такая уже природа. Тоже заболевание. Так что просто мое заболевание чуть-чуть отличается от заболеваний тех, о которых я говорил. Ты знаешь, о чем подумал? И, наверное, у тебя такие мысли были, что судьба совершает какие-то мистические загогулины. В тот дом, который сейчас стал твоим домом, дом на набережной, где находится театр эстрады, тебя, насколько я знаю, насколько я помню, привела бабушка, которая была соратницей то ли Крупской, то ли Лепешинской. То есть ты пришел маленьким мальчиком практически в театр эстрады в гости к ветерану партии, а потом в этом же доме стал руководителем театра. Нет, там еще было ведь хитрее. Значит, в первом подъезде, который прямо самый близкий к входу в театр эстрады, была квартира Лепешинских, соратники Ленина. А в сам театр, когда он еще был клубом Совета Министров, в 58-м году, мне было 12 лет, я в составе пионерской делегации пришел приветствовать какое-то совещание. И вот по иронии судьбы, прошло с тех пор, значит, без малого 45 лет, и я тогда не мог предположить, что, во-первых, это будет театр эстрады, во-вторых, что я там буду художественным руководителем. Но так вот жизнь действительно сама все делает, сама назначает, когда поступить в учебное заведение, потому что если бы я, скажем, был принят сразу, как только пошел поступать, я бы не попал на курс к Надежде Ивановне Слоновой, а не попал к Слоновой, может быть, как-то и моя жизнь бы повернулась иначе. — Слушай, Ген, ну вот уже прошло столько лет, я тебе сейчас напомню замечательную эпоху так называемых спецконцертов. Кремлевский дворец съездов, 5-е, 10-е, специальные совещания, собрания. Ни одного вот такого правительственного концерта практически не обходилось без твоего участия. И ходили разговоры, что вообще Хазанов — это не просто любимый, а любимейший артист Леонида Ильича. И что Леонид Ильич всегда интересовался... И чтобы Хазанова не было в подобном концерте, полетели бы головы. Скажи мне, насколько это соответствует действительности? — Ну, все-таки немножечко это уже мифологизировано. Ну, не совсем все было так, хотя потому что Леонид Ильич всегда спрашивал только про Магомаева таким образом. Вот Муслима он просто обожал. — То есть Магомаев он любил еще более, чем тебя? — Нет, Магомаев его просто обожал. И я помню рассказ, как в концерте, это было в ГДР, и Леонид Ильич был в это время в Германии, и для него сделали концерт. И вот он сидит, смотрит, и выходит на сцену конференсье, и он спрашивает у конференсье, спрашивает, он говорит, а Магомаев будет? То он говорит, будет, будет. Проходит номер, выходит конференсье, Леонид Ильич говорит, сейчас Магомаев? Он говорит, нет еще, да. Потом еще, наверное, проходит, он говорит, ну, когда же будет Магомаев? Вот это было... — Это любое. — Это правда, это правда. А со мной было, ну, отчасти так знали, что Леонид Ильич как-то так благоволит. — Благоволит, да, потому что вообще у него уже были очень хорошие отношения еще со времен Великой Отечественной войны с Райкиным, потому что Аркадий Александрович, я с ним познакомился, значит, еще в Днепродзержинске, в тот момент, когда тот был первый секретарь горкома партии, и началась война, и потом они встретились уже, насколько я понимаю, в 18-й армии, он там был начальник политотдела 18-й армии, Леонид Ильич. И Леонид Ильич очень помогал вообще Райкину, насколько мог, и переехать в Москву, и очень ограждал его от нападок Ленинградского обкома партии, там Григорий Васильевич Романов не очень жаловал Райкина, ну, и так далее, и так далее. — У тебя личное общение было с Брежневым? — Нет. — Не было, да? — Так вот, чтобы вот так, как потом уже, скажем, с Горбачевым, или там с Ельцином, или с Путиным, с Леонидом Ильичем-нибудь. — А ты с Путиным общался? — Да, я познакомился с Путиным еще, когда он работал в Питере. — Ген, расскажи, я понимаю, что тяжело рассказывать о своем президенте, но мне очень интересны твои наблюдения, учитывая твой тяжелый характер и то, что ты, может, что-то скажешь, а потом пожалеешь, но будет уже поздно. Твои ощущения? — Я принадлежу к абсолютным апологетам президента Путина, при том, что мне что-то может, ну, как бы сказать, вызывать некоторый дискомфорт, но дискомфорт личный, а не осознанный. Должен сказать, что у России сейчас, с моей точки зрения, самый необходимый президент. — Поподробнее расскажи. Во-первых, мне очень интересно, что ты имеешь в виду под личным дискомфортом. — Безкомфорт, потому что все-таки я хорошо помню время, когда мне казалось, что цензурные запреты, ограничения, что это все во вред, что это безобразие, что из людей делают роботов. И мне говорят, ну вот, вот ты поддерживаешь Путина, вот ты являешься вроде его сторонником, и даже, так сказать, вроде как на всех углах боешь ему осану, а ты видишь, что происходит, вот принимаются законы, закручиваются гайки. — Да, понимаю. И, конечно, как человек, который прошел путь нонконформиста, так называемого, да? — Человек, который в 13 лет уже слушал голос Америки. — Да, 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 да. Что-то скорректировалось в моем сознании. — Ген, а может быть, ты до такой степени не принимаешь определенных изменений, которые произошли в бывшем Советском Союзе, что ты уже готов махнуть рукой и на закручивание гаек, и на прошлое, связанное с Лубянкой. То есть ты готов сегодня, находишься в таком раздражении, что ты против многих вещей, что ты готов простить какие-то вещи, которые раньше бы не происходили. — Я думаю, тут и это, конечно, Витя тоже имеет место. Может быть, еще такая вещь. Осознание конечности жизни, осознание того, что впереди гораздо меньше, чем сзади, заставляет меня отвечать на вопрос, хочешь ли ты, Гена, остаток своей жизни потратить на борьбу с ветряными мельницами. А то, что это ветряные мельницы, я понял. Я ведь был уверен, что как только коммунисты будут отстранены от власти, в стране все сразу будет по-другому. Это говорит только о том, что я глупый, наивный, и что не бывает чудес. Не бывает. Есть ли народ, который упирался всеми силами, всем реформам, которые хотел делать Петр, и проклинали Петра. Это же сейчас осталось только легенды и миф. Петр Первый, преобразователь. — Реформатор. — Реформатор. — А разве не были положены сотни тысяч жизней при строительстве Питера? А может быть и миллионы, никто ничего не знает. То есть, может быть, знает, но уже об этом никто не вспоминает. И говорит, вот реформатор. И пройдет сто лет, двести лет, и Горбачев, которому плюют в лицо и в спину, может быть, станет великим в истории государства реформатором. — Который обрушил империю зла, как бы, да? — Понимаете? И Ельцин, который наделал кучу ошибок, кучу, и с моей точки зрения, так сказать, не лучшим образом распорядился с той властью, которую он получил. Далеко не лучшим образом. Но он нужен был для определенного периода. Ну, не бывает чудес. И приходит новый президент, у которого ни команды нет, ничего нет. Его выбирают в качестве претендента на эту должность. Именно потому, что у него нет команды, чтобы им можно было спокойно манипулировать. И он четыре года мужественно начинает освобождаться от этих оков. И это очень трудно. Это совсем непросто. Потому что мы видим всего лишь на всю внешнюю сторону. Какие там подводные течения? Что там происходит? Какие там капилляры пережаты и связаны? Что это за нервные узлы? Мы же ничего этого не знаем. И я только могу единственное сказать, я думаю, что президент не обидится и простит, даже если ему расскажут о том, что я все это сейчас скажу в эфире. Это было в декабре прошлого года на праздновании Дня Конституции. Когда закончился большой прием, он показал мне глазами, чтобы я не отходил, и он хотел со мной поговорить. И мы вошли в маленькую комнатку в Кремлевском дворце. Он устало сел на диван и сказал, господи, лицо устало улыбаться. О! А что делать? Он протокол обязан выполнять. Смотри-ка, я не ожидал, что у господина Путина могут быть такие реакции и такие, собственно, оценки. Он абсолютно живой человек. Я настаиваю на этом. Я ни из кого не делаю ангелов. Я не далек уже от того возраста, когда можно жить в каких-то иллюзиях. Я хочу сказать, у России достойнейший президент, достойнейший. Все, что он сейчас делает, кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Более того, еще раз повторяю, целый ряд вещей, которые я начинаю как-то вдруг думаю, ой, 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 ой. Но, но, к великому сожалению, не знаю, как в других странах, а в России, ни один правитель с чиновничьим, с бюрократическим аппаратом справиться не мог. Никто и никак. Ну, Ген, я твою оценку понимаю. Я не могу сказать, что я ее принимаю. Отсюда кажется по-другому. Но мне кажется, что действительно, то, с чего мы начали, когда об этой, на эту тему заговорили. Наверное, здесь сказывается самое главное то, что ты сказал. В определенной степени усталость, раздражение, желание на что-то закрыть глаза и на что-то махнуть рукой. Просто, да, я думаю вот так. Я просто не хочу на это тратить ни времени, ни силы, ничего. Потому что мои иллюзии закончились. Давай перейдем с этой темы на другую. Давай. Тем более телезрительницы, которым уже надоело слушать про политику. А какая же это политика? Они про твою личную жизнь знают мало. Ты про нее никогда никому не рассказываешь. А поскольку программа подходит, ну, уже не к концу, но, во всяком случае, времени остается меньше, ты уже, если и разозлишься, то ты все равно программу уже не загубишь. У меня уже, мне уже проще. А скажи мне, Злата, где больше времени проводит? Тоже в Москве или в Израиле? Очень много времени проводил в Израиле. Занималась очень серьезной благотворительной деятельностью. Последнее, вот мы в мае этого года проводили очень красивую акцию. Такой фонд поддержки детей, у которых нет средств для обучения музыки. И большой был концерт симфонический. Мы приехали туда вместе с Володей Спиваковым. Он играл с оркестром, которым руководил, дирижер Галя Альпирович. Очень был красивый вечер. Собрали много денег на этот фонд, чтобы дети, у которых есть способности, но нет средств, чтобы они могли учиться музыке. Вы со Златой женаты больше 30 лет, да? Да, вот просто буквально в субботу у нас было 34 года с первого свидания. Я тебя поздравляю. Да, я был в Питере, позвонил ей. Мы играли спектакль с Чуриковой. Я сказал, что не знаю, чем ты занимаешься. Я пошел на свидание к Чуриковой, думая о нашем свидании. Меня интересует следующий вопрос. Учитывая то, что тебя всегда очень любили женщины, поклонниц у тебя было громадное число, глаза у тебя, перестань, пожалуйста, глаза у тебя даже сейчас, когда об этом, напоминаю, заблестели еще больше. Я хотел тебя спросить. Это интересует всех телезрительниц. Злата, тебя сильно ревнует? И как ты вообще с этим справлялся, будучи звездой? И я как-то не... Во-первых, я не справлялся. Начнем с этого. Во-вторых, как она когда-то замечательно сказала, что остается делать. Значит, если хочешь задать вопрос, то ты должна быть готова к тому, что после ответа на этот вопрос надо находить силы принимать те или иные решения. И для того, чтобы не принимать тех или иных решений, лучше не задавать вопросы. Хотя я все равно задавала. Ну. Но у меня в этот момент что-то со слухом было. Я не знаю. Ну смотри, Геночка, я тебе очень благодарен за то, что на такой паскудный вопрос, связанный с личной жизнью, ты так честно ответил. Ну а что? Я когда-то сказал, что лимит вранья я израсходовал довольно рано по жизни. И поэтому теперь... Лучше не спрашивайте. Поэтому нет. Поэтому теперь... Ну так. Скажи, один из твоих самых замечательных героев, я сегодня изо всех сил пытаюсь не заговорить о кулинарных техниками. Ты оценил вообще, что я делаю все от меня зависящее, чтобы про кулинарные техники... Я вообще думаю, когда же он спросит, думаю. Сейчас уже передача закончится, а он все еще не спросит. А он все еще не спросит. Вот молодец, думаю. Я тебя про другое спрашиваю. Один из твоих не менее известных героев рассказывал о том, что он побывал на Таити. Тебе-то довелось на Таити побывать? Вот на Таити-то я и не был. Не был на Таити. Не хорошо Таити не был. Нас и здесь неплохо кормят. Как он отвечал. Да. Как попугай этого завоевал? Кеша. Кеша. Да. Слушай, а интересная была работа этот мультфильм. Ну как-то мне... Ты получал удовольствие? Ну как-то тогда я вообще не задавал вопроса, получаю ли я удовольствие или нет. Как-то... Ну интересно было что-то попробовать. А ты похож на попугая просто. Ты же можешь играть попугая в театре. Ну посмотри, Ген, ну действительно. Ну я не думаю, что надо... Я думаю, что надо играть человека, может быть, с попугайской душой. А ну что же играть попугая? Ты мне когда-то рассказывал, что у тебя была замечательная история, связанная с попугаем. Что где-то ты за границей, ты не помнишь? В Сингапуре. А как же? Здоровый попугай, который меня узнал на следующий день. На следующий день я подошел к нему, он так... А что значит он тебя узнал? Расскажи. Ну накануне в Сингапуре. Я поехал с дочерью в зоопарк. И здоровый попугай, просто какой-то попугайщик был. Просто вот такой был. Красавец. И он орал на всю площадь. Я подошел к нему, попытался его передразнить. И сказал, что ты орешь? Ну что ты орешь? Вот что ты людям не даешь покоя? Он замолчал. Что-то он понял. И мы пошли в зоопарк. Ливень дикий был, тропический. И мы, не досмотрев все прелести зоопарка, ушли. И на следующий день дочь говорит, пойдем еще раз досмотрим. И мы опять приехали. И он сидит на площади. Я пошел к нему, подошел к нему, он меня увидел. И так, по жердочке, по жердочке отодвинулся. Я говорю, ну ладно, хватит. Ну что это такое? Ну ладно, ну прости, ну хорошо. Из-за этого больше в Сингапур я не езжу. Потому что я боюсь, что... Узнает. Он попросил пограничников, если там этот приехал... Хомутните. Да, не пускайте его. Дочка-то была сейчас... Кстати, дочь замуж вышла, да, Генн? Или это давно уже? Давно вышла замуж. 3 апреля нынешнего года. Значит, я стал дедом. Я тебя поздравляю. И вот недалее, как послезавтра, она, в смысле дочь с внучкой, прилетает из Парижа в Москву. Так что мне надо скорее торопиться домой. В этот свой дом. Чтобы, да, внучку, у которой очень красивое имя Мина, в честь бабушки ее отца. Я, посмотрев на нее, услышав, какое имя ей дали, я сказал, никакая она не Мина, это просто витамин. И с тех пор за ней закрепилось это имя, витамин. Ты дед-то хороший или не очень? Ну, как, ну, что же я верю? Или ты в основном так на 2 секунды потютькаешься и дальше побежал в работу? Ну, а что я должен делать? Я не знаю. Грудью кормить. Гулять с ребенком. А где же ребята в Париже живет? Приезжать в Париж, чтобы с внучкой заняться. Я не знаю, Генн. Ну, я не думаю, что на этом этапе такой дед необходим. Тем более, что я все-таки, правда, очень загруженный человек. Это даже не поза. А может быть, это я так сам хочу этого. Я как-то вот такой... Ну, это колесо, в которое ты сам себя посадил. Конечно. Ну, и ты, конечно, из него никогда не выскочишь. Я боюсь, что да. Я боюсь, что да. Впрочем, пути Господни неисповедимы. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Могу только ограничиться банальностью, что человек предполагает, а Бог располагает. Дима, смотри, мы начали разговор с того, что... Ну, не начали, но практически в самом начале говорили, что центр тяжести твоей творческой перешел с эстрадных подмостков на театральную сцену. Вот сейчас спектакль с Щуриковой. Что еще происходит? И вообще, куда, в какую сторону драматургия тебя ведет? Это трагикомедия, фарс? Да, да. Сюда ведь, да? Я думаю, что самое точное, ведь, это правильно, это трагикомедия. Даже не комедия. Потому что комедия в чистом виде – это то, что меня и заставило отойти все-таки от разговорного жанра. Потому что вот трагическая составляющая для меня, видимо, и возраст, и некоторая усталость металла, как принято говорить, от занятий просто смешным. Хотя смешное – это условие обязательное. Меня не тянет играть Гамлета, я не хочу играть Короля Лира. Ничего это меня не интересует. Я очень хочу, чтобы зрители, сидящие в зале, смеялись. Но, чтобы к этому смеху прибавилось еще какое-то чувство, которое только от трагикомического может быть. То есть куда-то вот к Шварцу, да? Я правильно понимаю? К дракону, к Теню? Я бы сказал, к Чаплину. К Чаплину? Да, я думаю, да. Я думаю, не по таланту, а по настроению. Вот так бы я сказал. Ну, то есть вот так, что все смеялись, а грустные твои глаза все равно прошибали бы следующий план в зрительном зале. Надо сказать, что вот в спектакле, который мы только что начали играть с Чуриковой, я просто это не в порядке замрекламы, но когда зрительный зал рыдает, не плачет, а рыдает, до такого состояния удалось двум исполнителям ввести зрительный зал. Гена, скажи два слова насчет Чуриковой. Мы заговорили, но не очень подробно. С одной стороны гениальная актриса, с другой стороны такая женщина, в общем, довольно, ну, я не хочу сказать, пытаюсь слово найти точное, не очень вменяемая в актерском смысле этого слова, которая может на сцене выкинуть вдруг что-то, поставив партнера в тупик, и такие прецеденты были. И, в общем, человек очень непростой, вот так вот. У тебя с ней спокойно, или, в общем, это тоже есть момент напряга? Ты человек очень реальный. Меня эстрада очень в этом смысле воспитала. Ты готов к любому? Абсолютно. В этом смысле я только могу поклониться эстраде, поблагодарить ее и сказать, что ничего из того, что было сзади, ничего не забыто, и я ничего не стираю. Более того, только прожив столько лет на эстраде, видимо, я получил такой вот фундамент для того, чтобы чувствовать себя спокойно, уйдя в другую систему координат. Причем я ведь не то, что я бросил заниматься моно-выступлениями, ничего подобного. У меня, вот, в начале я была в театре... Это не главное сегодня. Нет, то есть не единственное. Раньше это было единственное. А сегодня это одна из. Одна из. И если бы, конечно, если бы был материал интересный, который мог бы захватить и меня, а не только меня, но и тех, кто на этот жанр приходит, тут ведь все очень взаимосвязано. Ген... Спрос рождает предложение, предложение спроса. Ген, у нас осталось время только на то, чтобы ты не нарушил традицию нашу, а ты знаешь, что я тебя буду заставлять сейчас прочесть 2-4 строчки. Ну, вот, я думаю, что, видите, ничего лучше, чем... Слова Бориса Леонидовича Пастернака все равно... Не к нашей беседе труднее подобрать лучше. Цель творчества, самоотдача. А не шумиха, не успех. Постыдно, ничего не знача, быть причиной устах у всех. И что же, если ты сам понимаешь, что постыдно, тем не менее, ты бежишь в телестудию для того, чтобы беседовать с человеком, с которым ты много лет знаком, и к которому хорошо относишься. Но будем считать, что я пришел именно на встречу с Витей Топалером, а уж эту встречу просто покажут по телевизору. Ген, я тебе очень благодарен. Я был ужасно рад тебя повидать. Я ценю не только твою сумасшедшую скромность и потрясающую интеллигентность, потому что, если обратиться к тем строкам Пастернака, которые ты прочел, то если уж говорить о том, что ничего не значит быть причей на устах у всех, это относится к кому угодно, но только не к тебе. Потому что ты и был, и остаешься причей на устах у всех абсолютно заслуженно, в отличие от очень многих и многих. Так что, пожалуйста, не скромничай, хотя я понимаю, что просить об этом бессмысленно. Я тебе желаю радости творчества. Я тебе желаю, чтобы ты всегда находился в том куражном состоянии, в котором ты находишься. И чтобы тебя на подмозгах ждали замечательные партнеры, а в зале зрители, которые будут и хохотать, и рыдать одновременно. Я думаю, что тогда ты будешь счастлив. Спасибо тебе большое. Баруха Шем. Баруха Шем. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. До встречи через неделю. И будьте, пожалуйста, благополучны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...